2 мая 2017 год, Харьков, площадь Свободы. Не так давно узнал я, что в Харькове, оказывается, у нас есть 12 официально признанных символов города. В далеком 2000 году на сессии горсовета были приняты и утверждены эти памятники, символы, символы. И решил я, что нет никаких поводов мне не съездить, не поснимать эти символы. Не в порядке значимости, а просто последовательно. Все эти практически памятники находятся на улице, вдоль улицы Самской, на расстоянии полутора километров от первого до последнего. То есть это не так далеко, но тем не менее съемки будут долгими и нудными. Буду периодически сбиваться с маршрута, сбиваться с мысли, но не вижу никаких поводов этого не делать. Отказать себе в таком удовольствии. Итак, один из символов Харькова сама площадь Свободы. Она практически 12 гектар по площади, площадь по площади, это автология. То есть, чтобы было понятно, наверное, все видели Красную площадь по телевизору. То есть Красная площадь Московская в пять раз меньше по территории, по площади. Огромная действительно площадь. В 1930 году сформировалась в современном виде. И сразу второй символ Харькова, утвержденный Горисполкомом. Это Держпром, Газпром. Английский язык в мини-группах для вас. Построенный за два с половиной года в 1925-1928 году. На курсах Sunrise. Сейчас для студентов. Скидки до 30. Тогда Харьков был столицей Украины. SR.Harkov.ua Построен в буквальном смысле на костях, но, к счастью, на костях мамонта. При постройке котлована для шестого подъезда были обнаружены кости мамонта, которые сейчас в музее в Харькове находятся на 3 Бетлера, по-моему. Да. Ну и перемещаемся к следующему. Не хочу традиционными путями идти по Сумской. Сумская уже хожжина-перехожжина, снято-переснято все уже по 10 раз. Решил прогуляться по парку. Следующий символ будет совершенно неожиданным. Никогда я не думал, что это считается символом города Харьков. Киноконцертный зал Украины. Очень странно. Почему? Чем он так примечателен? Даже никаких сведений о нем найти не смог. Кроме того, что... Афиши, какие выступления. О, кстати, Владимир Ильич Ленин. С площади свободы Ленина убрали, здесь оставили. Сейчас покажу. Афиши. 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 Сказки Владимира Ильича Ленина. Совершенная копия октябряского значка, кто помнит что такое. Был не так давно в Харькове снегопад, как бы дико это не звучало. Всего-то 12 дней назад навалило 15 сантиметров снега. Поломало деревья, которые уже были в листве, в зелени. Смотрю, тут уже разобрали все. Наверное, я сейчас не к киноконцертному залу Украина пойду, а к еще одному символу города Харькова. Памятнику Шевченко. Это сейчас перемещается как раз тоже по саду Шевченко. Многие, многие, вот допустим памятник Шевченко и Газпром строились в расчете на то, что Харьков был столичным городом, столицей Украины. И, соответственно, монументальность, масштабность именно с учетом этого накладывалось. Ну, памятник Шевченко открыли в 35-м году. Уже 9 месяцев как не было. Харьков, столица Украины перенесли столицу в Киев. Но, тем не менее, по каким-то международным рейтингам один из красивейших памятников Шевченко. Уж не знаю, что там за рейтинги. Учитывая то, что памятник Шевченко, по-моему, 1300 по миру. То есть, больше, по-моему, из реально живших людей только Будде, если не считать тоталитарных лидеров, которые принудительно восстанавливали, устанавливали в соответствии с идеологией. Театр Березиль, то есть, актеры театра Березиль тут, как это, прототипы позировали, позировали, да? Моделями для этого памятника выступали. В частности, я сейчас живу в районе, который называется Северная Салтовка. Он находится между двумя улицами Бучмой и Натальей Ужвей. А это как раз актеры этого театра. И они оба здесь представлены. Образ Катерины. И образ Гайда Мака, по-моему. Времен Калиевщины. Не буду врать. Может, и буду, но не специально. Памятник 16 метров высотой. Один только Шевченко, 4,5 метра, насколько я помню. Так, ну там улица Сумская. Выйти туда, Бикетова снять. О, архитектор Бикетова. Мне надо тут петлять придется. Ладно, бокс, не пойдем на Санкт-Петербург. Позор.